Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала! Последние события немного сбили наш график встреч, и тему я планировала совершенно другую взять, но тем не менее мы видим то, что видим, то, что раскрывается в мире. Очередной конфликт вооружённый, очередная война, в которую, как вот, ну, в общем-то каббалисты так и говорят, что мир будет погружаться во тьму, если мы не придём в себя немного и не осознаем, что вот то зло, которое мы видим снаружи, оно находится у нас внутри. Вот это самое важное, о чём сегодня хочется поговорить. Не искать виноватых, не искать правых, не оправдывать никого, и не думать, что здесь есть хотя бы один человек у нас на планете, который не при делах, что называется, да, который может сказать, ну, я-то вообще, со мной всё в порядке. Потому что если мы видим эту картину мира, вот то, что мне нравится и зацепило в науке каббала, это то, что она говорит, то, что есть внутри, то ты видишь и снаружи. Если ты изменишься внутри сам при помощи определённой методики, достаточно простой, да, коллективной методики, то ты увидишь другую картину мира, у тебя будет другой инструмент восприятия, в котором ты увидишь совершенно другую реальность. Реальность изменится. Можно как угодно относиться к этому, как к эзотерике, как к чему-то невероятному, но я вас уверяю, к сожалению, придёт такой момент, когда даже самые матёрые материалисты, такой каламбур получился, они даже скажут, что почувствуют, что мы чувствуем, что здесь что-то не то, что нужно какой-то другой подход. Вот этот материальный подход, вот такой вот грубый, да, сейчас все добрые соберутся уничтожить все злых, он не подходит, он не работает. И чем дальше, тем больше мы будем видеть, что это действительно не работает. Невозможно уничтожить зло в другом человеке. Невозможно. Только если я справляюсь при помощи силы отдачи, силы добра, которую вызываю на себя, справляюсь с этими врагами внутри, вот ни у одного врага внутреннего нет такого, что нет такой проекции снаружи. И когда я справляюсь с этим внутри при помощи силы особой, особой силы связи, которую мы пробуждаем между нами, тогда я не увижу внешних врагов. Я увижу, что это мои самые близкие части. Понимаете? Это вот такой момент, это патент, действительно. Естественно, я сейчас не говорю о том, что нам нужно всем вот стать сейчас какими-то все благими, а об реальном исправлении, да. Не то, что мы притворяемся, что нет врагов, не то, что мы притворяемся, что нет зла, но понимаем все-таки, защищая свою жизнь, что ответственность за то, что происходит, она в первую очередь на мне. И нельзя так вот, знаете, сказать, что если я далеко пока что от точки конфликта, значит, у меня более-менее все в порядке. Потому что вы видите, с какой скоростью развиваются события. Мы не знаем, где вспыхнет следующая война, следующий конфликт. А это гарантированно будет, потому что зло между нами, оно с каждым материализованным конфликтом множится. Почему? Потому что появляются обсуждения в интернете, да, вот эти разговоры, когда мы ищем виноватого. И тут еще больший конфликт. То есть конфликт этот множится в геометрической прогрессии. Вот если заложено там, ну, на 100 киловатт, допустим, конфликта, да, то мы в разговоре умножаем на 1000 киловатт, допустим. Я не знаю, в чем измерить еще конфликт. Вот. И таким образом мы усугубляем ситуацию, постоянно говоря об этом, муссируя эту тему и находясь в поиске виноватых. Вот понимаете, так или иначе, вся вот эта природа, в которой мы находимся, мы находимся внутри Творца. Когда мы говорим «природа», имеется в виду все, что воздействует на нас и творит наше следующее состояние. Поэтому Творец, да, не потому что где-то на облаке, конечно же, нет. Эта сила пронизывает все мироздание. Мы находимся внутри нее. И пока мы не почувствуем ответственность каждый в какой-то мере за происходящее, эта сила будет давить на каждого из нас. В тот или иной период времени, может быть, чуть позже, может быть, чуть раньше. Но у этой силы нет расчета на тела, грубо говоря, да, потому что, умирая, да, я заново рождаюсь, опять прохожу те же состояния, опять попадаю в условия, в которых она на меня давит, чтобы я, наконец, увидел зло в себе, захотел его увидеть. Отговорок у меня всегда будет масса, всегда. Всегда я найду, кого обвинить, если я этого хочу. Но хочу ли я, связываю ли я вот это обвинение другого с тем, что моя жизнь будет ухудшаться? Конечно, по идее, нет. Без особых текстов, без особого знания я не связываю эти вещи. И я страдаю, потому что незнание законов природы, незнание законов Вселенной не освобождает от ответственности, к сожалению, никого. И сейчас мы это видим, как погибают невинные совершенно люди, которые якобы случайно оказываются в каких-то местах, где происходит вооружённое столкновение. В чём они виноваты? Но нет расчёта у этой силы на тела, потому что она хочет привести нас к совершенному состоянию. И по сравнению с тем, что нам предстоит открыть хорошего в связи между нами и между нами и с ней, с этой силой, все наши страдания им не имеют особо никакого веса. Конечно, сейчас об этом рассуждать немножко, как будто бы даже безумно, да? Ну вот что ты говоришь, никакого веса. Тебя, может быть, не коснулось это, да? Вы скажете. Но поверьте мне, я в своей жизни прошла достаточно много тяжёлых ситуаций, неприятных. И именно из этого понимания, когда я услышала, о чём говорит наука Каббала, у меня откликнулось в сердце как раз-таки. Я настрадалась. Вот хотя, может быть, это так и не выглядит, что вот какая-то страдалица сидит. Ну а что у тебя? У тебя всё в порядке. Но это зависит от чувствительности человека, от того, что он прошёл в прошлых своих кругоборотах. То есть у него уже какая-то вот чувствительная душа. Но каждый из нас может сделать свою душу чувствительной и, соответственно, меньше страдать. Задача всех осознанных людей сейчас остановиться, не пытаться искать виноватого, а искать связь между нами. Какая-то связь, которая может быть над всеми нашими различиями, над разными мнениями, над разными ощущениями. Но мы все хотим счастья, мы все хотим жить. Мы хотим жить счастливо, соответственно, а не жить в страданиях. Потому что жизнь имеет смысл только, если она наполняет человека. Иначе в другом случае он просто выходит из этой реальности, своим собственным таким вот решением, устраняет себя из реальности. И мы можем это сделать, мы можем почувствовать силу Творца, которая заполняет всё пространство между нами. Нам только нужно этого захотеть, прийти к ощущению, к пониманию, что больше ничто другое не поможет. Это можно сделать из любой точки, из любой точки мира. Есть сейчас связь, есть интернет. Можем связываться между собой в добрых связях, в хороших связях, и тем самым нивелировать все плохие воздействия. И, конечно, тут важно ещё понимать вот эту точку, что все эти плохие воздействия приходят непосредственно, даже я бы сказала, не от Творца, а из-за того, что вот этот свет, который имманирует свойства отдачи, натыкаясь на наш эгоизм такой оголтелый, матёрый, жёсткий, вызывает нас страдания. Если мы немножко смягчимся друг к другу, мы почувствуем совершенно другое воздействие. Друзья, я вас обнимаю, желаю вам оставаться на связи, единомышленников поддерживать друг друга. Пусть всё это пройдёт быстро, пусть всё это пройдёт минимальными потерями, и двинемся в радости к совершенно другим состояниям, к хорошим вещам, которые наполнят нас любовью и добром. Удачи вам, друзья! Пока!